Всем привет, друзья! Вас приветствует Атопчик и хостинг серверов Майнкрафт Апекс Нодс. В сегодняшнем ролике мы с вами научимся создавать связку серверов с помощью Велосити. Вы сможете переключаться между своими серверами прямо в игре. Также я сразу хочу сказать, что что следом за этим роликом выйдет еще два. По созданию авторизации на сервере Велосити и по созданию бот-фильтра на сервере Велосити. Обязательно посмотрите эти ролики. Ну а мы приступаем. Обязательно необходимо сказать, что создать связку серверов вы сможете только на платном тарифе. Так как на бесплатном тарифе у вас есть всего один сервер, а для связки нужно как минимум два. Давайте переместимся в клиентскую часть сайта Апекс Нодс. Она находится по адресу клиент.апекс.нодс.xyz Далее переходим во вкладочку создать тариф. Ой, создать сервер, прошу прощения. И называем наш сервер, ну допустим, Велосити, так и назовем его. Оперативную память ему ставим 512, это минимум, потому что он больше и не требует. И 3072 мегабайта. Далее ставим 2,5 ядра. Ну это я ставлю. Вы сколько ставите. Выбираем локацию и нажимаем создать. Напоминаю то, что нам нужен не один сервер, поэтому снова переходим во вкладочку создать сервер. Называем сервер на этот раз, ну допустим, пусть будет лобби. 1000. Даже 2048 поставлю мегабайт, потому что лобби достаточно требовательное. Ну ставлю так же скажем 3072 мегабайта. И побольше ядер. Выбираем нашу локацию. Снова переходим во вкладочку создать сервер. Ну, после создания, конечно же, сервера нашего предыдущего. Идем. Теперь, опять же сюда кликаем. И создаем, ну непосредственно уже игровой наш третий сервер. Ну пусть будет survival. Поставлю я тут побольше оперативки. Побольше, но так же ядер. Ядер 2,5 ставлю память, ну пусть будет 10 гигабайт. Выбираю локацию и нажимаю создать сервер. Вы можете создать не три сервера, вы можете создать их 4, 5, 10, 100. Все зависит от вашего тарифа. Ну и если что, дополнительные слоты вы всегда сможете недорого докупить. После этого нам необходимо перейти в панель управления нашими серверами. Она расположена по адресу панель apixnotes.xyz. Здесь у нас уже создались три наших сервера. И давайте начнем с velocity. Доходим в него. Сразу же переходим в файловый менеджер. У нас тут уже есть ядро, сервер, properties. Но мы это удаляем. Оно нам не нужно. И загружаем сюда ядро, которое мы с вами прямо сейчас и скачаем. Набираем в гугле скачать velocity. Прямо вот так вот и нажимаем. И еще добавим майнкрафт. Я советую скачивать его с какого-нибудь сайта по типу paper. Вот. Downloads.paper.mc. И пусть будет velocity. Скачиваем последнюю версию. И загружаем ее сюда. После этого ее необходимо переименовать. Так как в параметрах запуска у нас стоит название ярфайла сервер.яр. Поэтому называем здесь все то же самое. Сервер.яр. Нажимаем переименовать. После чего запускаем наш сервер. Он запускается буквально за пару секунд. Все, он запущен. И останавливаем его сразу же. Как я уже говорил, это очень легковесище ядро. И оно практически ничего не требует тебе. Сразу переходим в Forwarding Secret. И здесь нам необходимо скопировать наш ключ. Далее вы поймете зачем он нам нужен. Переходим в Velocity To.ml. И здесь нам понадобится несколько настроек. Ну во-первых, сразу же видим то, что здесь стоит у нас порт неверный. Мы его стираем и вставляем сюда порт из консоли. У меня это 27829. Прямо вот так вот берем сюда его и вставляем. 27829. Сюда можем какое-нибудь название поставить. Ну допустим не Velocity Server. А пусть будет красненьким. Красненьким отопчик тест Velocity. Ну, неважно. Вы можете назвать здесь все что угодно. Дальше. Поставим максимальное количество игроков. Online Mode. Если вы хотите, чтобы на ваш сервер могли зайти игроки только пройдя авторизацию на Mojangi. То есть лицензионным аккаунтом. Оставляем True. А если, чтобы зайти могли абсолютно все игроки, то ставим, как и я, False. Далее. Эти две настройки мы не трогаем. Player Info Forwarding Mode. Тут мы ставим Modern. Просто так поставьте. Forwarding Secret File мы не трогаем. Напоминаю вам то, что мы из этого файла скопировали ключ. После этого Tick Existing Players мы ставим на True. Далее. Мы переходим вот сюда, вот пониже. И здесь нам нужно поставить все наши сервера. У меня это сервер, ну, во-первых, Lobby. Стираем здесь то, что у нас стоит. И снова переходим в панель управления. Тут мы выбираем наш Lobby и копируем в буфер обмена его IP. Перемещаемся обратно и сюда его и вставляем. То же самое нам необходимо сделать и с миром Survival. Не с миром, точнее, а с сервером Survival. Переходим в панельку. Выбираем Survival. Копируем и вставляем. Здесь мы можем указать название сервера, на которое нас будет в первый раз, скажем так, телепортировать. Forced Hosts я советую убирать всегда. Это достаточно ненужная настройка. Ну и, в принципе, все. Нас тут больше ничего не интересует. Сохраняем содержимое. Идем в консольку. И пытаемся запустить сервер. Тоже нам выдает сервер. Он успешно запущен. Перемещаемся в Minecraft. Предварительно не забываем скопировать IP-шник нашего сервера. Переходим в раздел сетевая игра. И добавляем адрес нашего сервера. Ну, я его для удобства назову Velocity. Velocity. Нажимаю готово. У нас тут наш мод отображается от опчик тест Velocity. Ванилла сервер. 8 миллисекунд у нас отображается. И тысячи игроков также отображается. Пытаемся подключиться. Нам пишет. Unable to connect you to lobby. Please try again later. Это значит то, что именно Velocity у нас настроена абсолютно верно. Оно пытается нас перекинуть на сервер с лобби. Но у него не получается. Перемещаемся обратно в панель. Видим тут то, что нас disconnected. И давайте теперь мы перейдем снова в панель главную. Выберем здесь лобби. Зайдем в файловый менеджер. Удаляем отсюда ядро и сервер properties. И вводим в поиск paper.mc.io. У вас, конечно же, все ссылочки будут в описании. Выбираем paper. Но я выберу версию 1.18.2. Загружаем последнюю версию. Переходим снова в файловый менеджер. И загружаем сюда наше ядро. Не забываем его переименовать в server.jar. Запускаем наш сервер. Ждем. Здесь будет запускаться немного подольше. Но в скором времени нам выдаст то, что мы принимаем ULU, конечно же. И в скором времени нам выдаст надпись DONE. То, что у нас все готово. Ждем. Нам нужно, чтобы пока что сгенерировались все файлы в файловом менеджере. Пока что всего 14-15 секунд у нас сервер создается. Вот он уже создан. Об этом нам сообщает надпись DONE. Переходим во вкладку файловый менеджер. Находим тут файлик server properties. Заходим в него. И здесь внимание. Мы, во-первых, можем тут мод поменять, конечно. Но это ничем нам не поможет. Потому что его банально не видно. После этого мы спускаемся немного ниже. Online mode ставим опять же на false. Чтобы могли подключиться игроки без лицензии. Ставим максимальное количество игроков. Чуть-чуть пониже спускаемся. И находим тут... Ну, настроечки, скажем так, какие вы хотите поставить. Можем даже в байтлист здесь поставить. Подробнее о вкладочке server properties. Об этом файлике вы можете найти на ютубе. Мы с вами сохраняем содержимое. Перемещаемся обратно в файловый менеджер. И находим тут файлик под названием paper.uml. Заходим в него. Спускаемся немного ниже. И находим тут примерно вот такую вот строчку. Velocity support enabled online mode secret. Enabled ставим true. Online mode оставляем false. А в secret, в кавычках, мы должны указать именно тот ключ, который у нас здесь в файловом менеджере. Forwarding secret указан, который мы копировали в самом начале. Вставляем его сюда. Тут у нас далее есть много настроек, но мы нажимаем сохранить содержимое. И полностью перезапускаем наш сервер. Нам в консоли написалась надпись don. Давайте для примера я попробую скопировать этот IP адрес. И подключиться к нему, используя вкладочку по адресу. Это нужно для того, чтобы вы увидели то, что узнав порт и IP адрес этого сервера, игроки не смогут к нему подключиться, обойдя вот этот вот наш главный сервер. А теперь попробуем зайти через него. Кликаем и видим то, что мы с вами подключились сразу же к нашему миру. А к какому миру? Нажимаем на F3 и видим то, что у нас стоит Paper Velocity Server. При этом мы можем переключаться между серверами, используя команду slash server. Но сейчас у нас доступно всего два сервера. Это Lobby, оно горит зелененьким. И сервер, он горит сереньким. Сереньким он горит из-за того, что мы его с вами еще не настроили. На нем никаких файлов нету. На нем в принципе пока что еще ничего нету. Поэтому если я попробую прописать slash server survival, то мне напишется то, что не удалось подключить вас к серверу survival. Если я попробую ввести сюда сервер по лобби, то нам напишется, что мы уже подключены к этому серверу. Давайте выйдем. Перейдем в главную панельку. В survival. Зайдем в файловый менеджер. Здесь обязательно, опять же, удаляем все вот это вот. И загружаем сюда ядро Paper, которое мы с вами уже скачивали. Далее повторяем все то же самое. Запускаем сервер. Ждем, пока он запустится. Принимаем ULU. Кстати, друзья, если у вас возникли какие-то вопросы, или вам нужна помощь, обязательно пишите в техподдержку в Discord сервере Apex Notes. Вам помогут гарантированно. Ну а мы с вами пока что ждем, пока окончательно уже запустится наш сервер. Вот нам написалась надпись Done. Приходим в файловый менеджер. Опять же, в сервер Properties ставим здесь мод, какой хотим. Ставим максимальное количество игроков. И онлайн мод меняем на Pulse. Сохраняем. Нажимая на кнопочку «Сохранить содержимое» или же с сочетанием клавиш Ctrl-S. Переходим обратно в файловый менеджер. «Paper.Email». Не забываем включить здесь «Velocity Support», прописав здесь True. Оставляем онлайн мод на False и вставляем наш секретный ключ. Опять же, сохраняем. Перезапускаем наш сервер полностью. И переходим в Майнкрафт. Я думаю, нет смысла вам демонстрировать то, что мы напрямую не сможем подключиться к этому серверу, поэтому сразу же я нажимаю «Velocity». И нас присоединяет к серверу. Это у нас сервер, как мы понимаем, «Lobby». Да, это у нас сервер «Lobby», потому что мы указывали то, что впервые нас будет подключать к серверу «Lobby». Но теперь, если мы пропишем просто команду «Server», то мы увидим то, что мы не подключены. Нажимаем на непосредственно «Survival». Нас подключает к серверу «Survival». И теперь, если мы пропишем команду «Слэш сервер», то у нас «Lobby» будет гореть сереньким, а «Survival» будет гореть зелененьким, потому что на данный момент мы подключены к нему. О, Господи, что у меня с внешним видом? Что ж, друзья, а на этом наш ролик подошел к концу. Если вам что-то было непонятно, если вы хотите больше видосов, то не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал и писать комментарии. С вами были мы, Атопчик и хостинг серверов Minecraft Apex Notes. Всем удачи и всем пока!